здравствуйте дорогие друзья и так в аэро недельная глава 10 каждый 10 казней это кульминация всей эпопеи исхода они занимают центральное место не только в сегодняшнем разделе в аэро но и в следующем бо да и вообще вообще книги и шмот нет сомнений говорили мудрецы что бог мог сразу оказать такое давление на фараона и на страну тоже да чтобы они тут же отпустили бы евреев но творца был иной план процесс освобождения развивался постепенно чтобы как бы как поэтапно представляя египтянам возможность опомниться как бы они должны были может у них есть шансы прикинули в себя прекратить то издевательство которое было и вот эти несчастья сменяющий друг друга с кинематографической такой неотвратимостью они должны были показать что за всем стоит главный режиссер творец всех событий надо было увидеть его в очи люди должны были убедиться в правоте мошей несмотря на тяготы очевидную безысходность происходящих событий рабства поверить в скорое спасение другие народы должны были получить наглядный урок на многие века очень серьезные они его может быть не все вынесли скорее всего вообще не вынесли но этот урок данный потом не надо оправдываться урок был следующий какие евреи бы не казались слабыми и уязвимыми они будут непобедимыми если их поддерживает творец вселенной его невозможно одолеть в открытом противостоянии вскрыто перехитрить обкупить это невозможно наказание египтян продолжалось ровно год столько времени было отведено на уничтожение если вы помните еще и всемирным потопом порочного поколения новых и такой же год был очищение мы знаем по кабале что это очищение душ грешников геноме в аду поэтому все это надо соединить голове и понять 15 нисану за год до исхода машин впервые предстал перед богом и по его указанию потом вернулся в египет чтобы именем дворца сказать следующие слова пусть и народ мой чтобы он служил мне это кстати главная ошибка все знают отпусти народ но чтобы служить мне иначе нет смысла отпускать и фараон не послушался и тогда начались казни каждая казнь продолжала 7 дней и каждый из них предшествовал 24 дня период предостережения угроз и так далее рошашана это коротко хронологию рошашана евреи прекратили работать на египтян а 15 нисаном ночь которую мы отмечаем пасхальным седром не вышли на свободу и так тяжесть казни нарастала постепенно первые были воспроизведены этими египетскими чародеями но уже третья вышла за рамки их возможностей и прежде чем навести на египтян четвертую казнь диких зверей бог сказал создам рубеж между моим народом и твоим это очень важно у этой казни вообще странное название оров дословно переводит смешение все казни называются точно по сути кровь жабы там и друг оров да дело в том что всевышний способен не только формировать целые какие-то явления но и соединять противоположность казнь крови состояла не только в превращении всей египетской воды в кровь но и евреи не участвовали в этом даже если допустить что они египтянин и еврей пили воду через соломинку из одного стакана то часть воды которую пили евреи было водой остальное было кровавой массой вот такое невероятное сочетание средств происходило в одном стакане точно так же как время казни тьмой которая описана в следующей недельной главе египтяне были окутаны физическая такой субстанция мрака которая не давала им не видеть не двигаться а все все остальное у еврея было все в порядке смешение было с градом когда внутри ледяной градины полыхал крошечный огонь точности как помните у пушкина они сошлись лед и пламя так другими словами во время 10 казни всевышний продемонстрировал не только способность производить на менять законы природы и так но и сводить войди на то что невозможно свести чудо под названием оров состояла в том что дикие животные атаковали только египтян и друг друга они тоже не то они пришли смешанными стаями но не поддавались природному инстинкту взаимного антагонизма и вот это создан рубеж между моим народом и твоим четвертая казнь она стала поворотным пунктом хотя за 200 лет пребывания в египте казалось затянула навечности на бездуховность трясина и так далее но бог совершил чудо отделил их от египтян как кровь от воды как лед от пламени и в то же самый момент навел казнь под названием смешения демонстрируя свою способность вот как бы соединять то что не может находиться в единстве волка льва змею скорпиона бог повелитель всего повелитель смешения кстати знаете почему вечер на иврите рф состоит из тех же букв что и аров потому что это смесь вечерний сумминках неразличимо перемешанный день ночь свет тьма вот о казнях можно говорить много они почти ключевые но надо чуть 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 попытаться думать они не просто так были каждая казнь может нас чему-то научит надо только сейчас сесть и вдуматься немножечко потратить ну может быть пять минут своего времени может здесь прохава ацлахава